Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях Анатолий Андреевич Матвичук, российский военный эксперт. Здравствуйте, Анатолий Андреевич. Да, здравствуйте. Анатолий Андреевич, на днях премьер Армении Пашинян сделал заявление относительно того, что будет осуществляться диверсификация отношений в сфере безопасности. Это цитата. Также он заявил, что Армения подписала контракты на закупку оружия и боеприпасов на несколько миллиардов долларов. Это тоже цитата. Ну, закупки вооружения это нормально для любого государства. А вот что вы скажете по поводу фразы диверсификация отношений в сфере безопасности? Ну, вы видите, дело в том, что каждое государство имеет, в общем-то, свою безопасность, которую она обеспечивает собственными силами безопасности, союзническими силами безопасности или по договоренности со сторонней безопасностью. Армения до недавнего времени, в общем-то, наделась на безопасность, которую предоставляли организацию договора по коллективной безопасности и, собственно говоря, ее прямой союзник Россия. Ну, в результате событий, которые произошли между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, Армения посчитала себя обиженной в том, что Россия не пришла ей на помощь и не оказала военной помощи, как считается руководством Армении, в ходе интервенции Азербайджана на армянской земле. Но я не буду сейчас разбираться политической, правовой нормы. Хочу сказать о том, что Нагорный Карабах, до июра, не являлся территорией Армении, он находился в состоянии Азербайджана. Ввиду известных событий в 20-летней давности, в результате между республиканскими таких действиями, он был типа нейтральной территорией, который в результате вот этих действий зашел к Азербайджану. После этого Пашинян выступил в следственном заявлении о том, что якобы Армении полагалось на безопасность от России, которая ей не пришла помощь. Поэтому он ищет новые силы и стороны. Началось заигрывание с организацией НАТО и очень тесное взаимодействие между Французской республикой и Республикой Армении, где было заказано, особенно вот сейчас, когда был День Армении, были поздравления от командования НАТО, которое было черным по белому указано, что активизируются отношения, и якобы Армения может надеяться на безопасность от НАТО. И второе, французы, такое пространственное представительное письмо, в котором было указано, что Французская республика очень забеспокоена состоянием дел безопасности в Армении, она им окажет помощь. Поэтому я полагаю, как я полагаю, и выступлю с таким заявлением, чтобы это не было неожиданно, во-первых, для союзников, а во-вторых, для населения республики, о том, что диверсификация изменяет вектор. Вектор изменяется не в сторону России, а в сторону Запада. Скажите, это как-то может быть чревато для Армении? Вы знаете, я очень долго служил на Кавказе. В общем-то, я был в Грузии, я был в Армении, в Актемпере, и тому подобное. Я всегда рассматриваю с точки зрения призма и военного на эти республики, с точки зрения ухождения в Советское Союз и обеспечивая их безопасность. И я знаю точно о том, что Армения сегодня в том положении, в котором она находится, очень уязвимо. Очень уязвимо. Явно клеится новый военный союз, Турский государств на границе с Арменией. Я имею в виду Турцию, я имею в виду Азербайджан, который традиционно, собственно говоря, претендует на те земли, которые занимает сегодня Армения. Армения не имеет, собственно говоря, по периметру. Ну, Грузия, пусть и нейтрально государство, Грузия не может оказать такой военной помощи, которую могла бы оказать и Россия. Но Россия оказывает помощь. Она содержит войска, которые они отгранили в Армении. И содержит, вы знаете, военную базу, военную базу, которая находится там и выполняет функции защиты. Кстати, во взаимодействии с уроженными силами Армении. И я очень бы не хотел бы, чтобы Армения повторила судьбу Ирака, Ирана, Украины, когда возлагались огромные надежды на тех людей, которые вот-вот на самолетах летят. А какая-то помощь. Поймите, одно дело, с гор спуститься оказать помощь российской армии. Второе дело, на самолетах лететь из Франции, лететь из Франции, и непонятно, какой силой и средством вести для того, непонятно вообще, от кого они будут ее защищать. Например, Турция тоже член НАТО. Что, НАТО же придут бить Турцию, что ли? Я, в общем-то, понимаю так, что это политический какой-то пассианс распадывания вот этих карт на Закавказской республике с точки зрения Санкт-Петербурга. Премьер Пашинян также высказал такое предложение, с которым он якобы обратился к азербайджанской стороне о, опять же, цицато, пакте о ненападении между Арменией и Азербайджаном. Правда, там есть оговорка, что он предложил Баку пакт о ненападении, если выяснится, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось. Вот пакт о ненападении. Последний раз мы это слышали, по-моему, где-то в году так в 39-м. И мы помним, к чему все это привело. Ничем хорошего это не закончилось. А чем может закончиться вот эта подобная инициатива? Интересно ваше мнение. Ну, смотрите, я вообще-то не понимаю, какой-то мирный договор собирается подписывать Пашинян с азербайджаном. Они не находились в состоянии войны. До Юрии нету войны, не было. Это были конфликты пограничные с войной и то на территории спорной, которая ни к одному государству реально не относилась. Если это азербайджан, тогда это внутренний конфликт. Где-то жандармская операция была произведена для приведения непокорной республики в состояние. А для Армении, вот вы понимаете, если бы Армения де-факто признала хотя бы независимость Карабаха, да, это была бы, в общем-то, как из Белли. Вот для войны, можно сейчас было бы говорить об каких-то мероприятиях. Но их не было. А вот как-то не нападение, я полагаю, что все-таки Пашинян хитрый лист, он понимает свою уязвимость. Есть еще на Хичевань. Она, мы хотим или не хотим, чтобы попасть на Хичевань, нужно преодолеть кордон, которым является республика Армения. В общем, Армения, республика мирового сообщества. И чтобы попасть туда, необходимо пропустить коридор. Если Армения, допустим, не захочет мирно пропустить этот повод для военного вмешательства, это уже война, настоящая война, совсем вытекающая отсюда последствия. И я думаю, что он просто хочет упредить события и подписать пакт о ненападении. То есть заручиться какими-то уже юридическими документами о том, что Азербайджан не будет тендовать на территории, которая сейчас находится на территории Армении, на перспективу. Ну, вы знаете, я бы, ведь тоже такие большие надежды накладывались на эту пакту о ненападении между Польшей и Германией. Поляки первые. Результат Польши через 2-2 недели пропал из карты, из мировых карт. Между Советским Союзом, это уже много, что уже примет на самом пакте. Пакты им всегда подписываются в угоду каких-то политическим, сиюминутным интересам. А я полагаю, что интересы должны быть единые на этом направлении. Есть два государства, азербайджан и Армения. Им нужно произвести сейчас не пакты, не договоры, а демилитацию границы. Установить, где какая граница проходит, какие территории к кому относятся. В результате этих действий потом уже подписываются протоколы о намерениях, о каких-то спорных вопросах. То есть это кропотливая работа. У нас в гостях был Анатолий Андреевич Матвеичук, военный эксперт из России. Анатолий Андреевич Матвеич